Миграционный центр во Владимире – место, через которое проходят иностранные граждане, желающие работать в России. Именно здесь мигранты сталкиваются с первыми трудностями. Однако сейчас в миграционном центре созданы все условия для того, чтобы оформление документов и даже адаптация в новой жизни в России прошла максимально комфортно. Некоторых мигрантов ведомство берет под свое крыло, чтобы они помогали другим, тем, кто эту процедуру проходят впервые. Сотрудники стран ближнего зарубежья помогают пройти соотечественникам весь путь, переводят необходимые документы на их родной язык. Надержон Каримов в миграционном центре работает администратором центра тестирования. Родился в Таджикистане в городе Пролетарск. Там же окончил родную школу, поступил на юридический факультет. Окончил его в 2005 году. Затем была военная служба. После нее несколько лет проработал на родине. Завел семью и решил поехать в Россию. Здесь обрел новую жизнь и достойный достаток. Миграционный центр на работу устроился год назад. Своей главной задачей Надержон считает поддержку иностранных граждан. Ведь он не понаслышке знает, как сложно адаптироваться в новом месте. Сейчас во Владимире Надержон живет со своей женой и маленьким ребенком. Еще две старшие дочери пока что учатся на родине в Таджикистане. По ним Надержон, конечно, скучает. В планах на будущее тоже перевести их в Россию. Коллеги Надержона Каримова говорят, с работой он справляется. Всем помогает, приносит пользу не только мигрантам и другим сотрудникам, но и обществу. Надержон, как сотрудник, очень ответственный, очень грамотный, знает два языка, в чем его основной плюс. Он может помочь в этих ситуациях, когда иностранные граждане не понимают. Русский язык плохо его понимают, чтобы они не растерялись, не испугались. Он подходит, он очень вежливый. С одностранным гражданом с ним спокойнее. Работает здесь и жулдыс Башуркесова. Она во Владимире живет с 2017 года. Сначала устроилась строительную компанию, сейчас тоже сотрудница областного миграционного центра. Здесь работает уже два года. В 2020-м получила российское гражданство. Моя была мечтой, потому что, во-первых, я уважаю обычаи, традиции, быту и культуру русского народа. И поэтому, так как я родилась в 80-м году, в период Советского Союза, но после распада Советского Союза, по-любому, у каждого гражданина есть мечта приехать в Россию. В самый пик миграции поток иностранных граждан в центре миграции достигает 400 человек в день. К слову, раньше это ведомство находилось на улице Батурина и занималось выдачей загранпаспортов Владимирца. Затем в 2015 году превратилось в обособленное подразделение по работе с иностранными гражданами и переехало на вокзальную. Позже на базе этого филиала организовали миграционный центр по аналогии с крупными городами России. Теперь здесь созданы все условия для получения иммигрантами разрешения на работу. Причем сделать это можно за один день в режиме одного окна. То есть иностранный гражданин может прийти к нам и оформить все документы, необходимые для получения патента. Во-первых, его встречает у нас в миграционном центре администратор, который проверяет его документы на возможность оформления патента. То есть проверяет его въезды, выезды, сколько он здесь находился, оформлял ли ранний патент. Задача администратора – определить, какие документы необходимо собрать иностранному гражданину. Ведь те или иные бумаги, сделанные в центре миграции, действуют определенное количество времени. К примеру, сертификат на знание русского языка действует в течение пяти лет, а вот медицинские анализы нужно сдавать ежегодно. Необходимые услуги оплачивают в терминале, а далее проходят всех специалистов центра миграции. В первую очередь идут к инспекторам. Они проверяют все документы, которые уже на руках у мигрантов. После проверки документов мы заводим договоры и отправляем их на медицину. Они проходят там полный комплекс обследования, возвращаются к нам и мы собираем полностью пакет документов. Когда все медицинские анализы сданы, иностранные граждане отправляются сдавать экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации. Тест разработан Государственным институтом русского языка имени Пушкина. Необходимо набрать хотя бы оценку удовлетворительно по всем семи дисциплинам. Говорение, законодательство, история, аудирование, чтение, грамматика и письмо. Без успешного прохождения теста получить патентно-трудовую деятельность нельзя. После того, как справка о положительном результате получена, о медсправке собранный иностранец возвращается к инспекторам. Отдаю документы, чтобы они получили патент. Сейчас идете к администратору, берете стола на получение. Последний этап получения патента. Здесь же, в миграционном центре, иностранные граждане фотографируются на документ. Затем у них снимают отпечатки пальцев, получают электронную подпись мигрантов и практически сразу печатают патенты. В настоящее время поток иностранных граждан резко сократился в связи с коронавирусной инфекцией. То есть мы оформляем патенты только тем иностранным гражданам, которые находятся здесь. То есть иностранным гражданам патент либо выдается вновь, либо переоформляется. Кроме всех этих процедур с 2015 года в Центре миграции осуществляется и работа по социокультурной адаптации иностранных граждан. Миграционный центр все чаще используется как одна из площадок по работе как с иностранными гражданами, так и с их семьями, в том числе детьми. Устраивают национальные праздники. Мы стараемся сделать Владимирскую область интересной и привлекательной для трудовых мигрантов, поскольку мы понимаем, что с одной стороны это выгоды для экономики нашего региона, с другой стороны наш субъект должен быть им интересен для пребывания сюда, для какого-то развития, адаптации и интеграции в наше общество. Сейчас государство на всех уровнях помогает мигрантам пройти эту сложную школу жизни, влиться в новое общество, начать новую жизнь. В частности, Владимирская область является одной из самых многонациональных. Только за первое полугодие 2020 года к нам в регион приехало 2257 мигрантов, чтобы вести трудовую деятельность. Это граждане Армении, Украины, Азербайджаны, а также Таджикистана и многих других стран ближнего зарубежья. И всех их Владимирская область приняла в свою многонациональную семью.